Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Серёга. И вы давно просили снять видео про мой компьютер, потому что, ну, вам всем давно было интересно, на каком компьютере я играю. Сразу хочу сказать, что мне для работы на Ютубе, чтобы снимать ролики, нужно два компьютера и один ноутбук. Может быть, чтобы на одном компьютере и редактировать иногда, может быть, иногда один компьютер полетит, да? И вообще, ну, так получается, что как бы разные квартиры у меня, и на них стоят разные компьютеры. Поэтому у меня их два компьютера, и сначала я расскажу вам про свой первый, не основной компьютер, что у меня тут стоит. И про свой второй, основной компьютер, где у меня и монитор хороший, и веб-камера отличная. То есть расскажу все свои комплектующие, какая у меня мышка, клавиатура, веб-камера, микрофон, освещение. Ну, в общем, всё, процессор, видеокарта, всё вам, ребята, расскажу. И, конечно, скажу, рекомендую я вам это покупать или всё же нет. Знаете, я как бы такой человек, мне это нужно для Ютуба. То есть все эти запчасти, они мне нужны для того, чтобы отлично всё снималось, была хорошая, красивая картинка, чтобы быстро всё редактировать в Премьере и Вегасе, да? Чтобы записывалось всё красиво, хорошо, компьютер никогда не лагал. Ну, как оно получается, иногда он всё же лагает. Ну, так что я скажу, что для простой игры, то есть без записи, такой компьютер вам не нужен будет. Но если вы хотите заниматься Ютубом, стримами, то, например, компьютер, который я про первый, который буду рассказывать, он для вас идеально подойдёт. Естественно, он будет дорогой. Ну, а что вы хотите? Как бы, чтобы подписчики не жаловали, чтобы всё было плавно, хорошо. Естественно, нужно покупать самое хорошее. Я как бы такой человек, который всё же докопит, будет копить до последнего и купит всё же самое лучшее для него. То есть для меня, вот это, что у меня вот эти два компьютера, они самые лучшие. В том плане то, что для Варфейса, для Ютуба, для того, чтобы что-то подрендерить, да, для меня это вот самая лучшая такая сборка. Как только это всё дело начнёт лагать, я буду чувствовать, что мне этого не хватает. Естественно, я куплю что-нибудь помощнее, если хватит денег, потому что это и так всё очень дорого стоит. То, что у меня и первый компьютер, и второй компьютер. Как-то так, ребят, вы сами просили рассказать, то есть не думайте, что я всё это говорю, цену буду называть, да, правильно? Я буду вам рассказывать, что у меня за компьютер, как бы люди, потому что просили, им это интересно. То есть для людей, которые будут в этом видеть что-то негативное, что я хочу как-то похвастаться, а не просто поделиться с людьми, что у меня за компьютер, на чём я снимаю, моё рабочее место показать. Которые из этого какие-то плохие качества будут смотреть. Так что лучше не продолжать смотреть ролик, потому что я буду рассказывать и мышки, и наушники, и всё, что у меня есть. То есть я скажу, чем я девайсами, какими пользуюсь. И, кстати, у меня некоторые запчасти, которые есть сейчас на компьютере, я собираюсь их поменять. Поэтому я в описании, возможно, ну тоже напишу людям, чтобы, может, кому-то не захочется смотреть всё видео, я им напишу, что у меня в основном компьютере, на котором я играю, записываю. То есть я там парочку тоже вещей обновлю, скажу, какой у меня Windows, Provider и всё там остальное. Ну что ж, ребят, поехали! Начнём с корпуса. Корпус у меня NZXT Phantom чёрный, в цвете такого оранжевого. Ну, где-то средняя стоимость 11 899 рублей. Почему такой дорогой? Ну, не знаю, потому что моя 980 Ti не вмещалась в обычный корпус, но это для первого компьютера. То есть для второго я также купил такой же корпус, потому что он показывает, ну, свою хорошую работоспособность. То есть он тихий, хорошо охлаждает, и компьютер у меня с ним не перегревается. Можно, конечно, поставить ещё водяное охлаждение, но я пока с этим подожду. Монитор у меня BenQ GV2760 HS чёрный. Стоит он 21 тысячу. Такой монитор я никому не советую, потому что, во-первых, он 60 Гц, и показывает он не особо себя хорошо. Постоянно выкипает с той лево-вправо. Ну, я как бы брал самый лучший, который был в магазине. Я тогда не особо подбирал себе 144 Гц монитор. За такую цену вы спокойно можете купить себе 144 Гц монитор, а не 60, но только, конечно, не 27 дюймов, как это монитор. Чуть поменьше, а я именно, знаете, раньше любил такие большие мониторы. На моём основном компьютере, естественно, 144 Гц монитор. Ну, к нему мы, естественно, перейдём попозже. Мышь у меня SteelSeries Revival 300 Black USB. Отличная игровая мышка. Средняя цена у неё 5990 рублей. Наверное, это единственная мышка, о покупке которой я просто не жалею. Потому что всякие X7, которые я покупал за 1000 рублей, они у меня где-то через месяц-два ломались. Другие SteelSeries покупал, тоже ломались. Эта мышка работает у меня около 6 месяцев уже. И с ней всё отлично. DPI отличный. Ну, в общем, мне всё нравится в этой мыше. В клавиатурах USB, Cine, GK002, Black USB. Знаете, на самом деле я нифига не удовлетворён этой клавиатурой. Потому что мне нравятся такие трудные клавиатуры, где кнопки так трудненько нажимают. Знаете, как на обычных белых клавиатурах. Но я уже к ней привык. Но, знаете, у меня вначале были очень большие проблемы. У меня раньше была другая клавиатура. И вскоре я опять куплю клавиатуру Rocket. Потому что я считаю её самой лучшей. Ну, пока же для себя клавиатуры. Кнопочки нажимают отлично. А на Q-Cyber я всегда нечаянно нажимаю просто какие-то пробелы. Нечаянно, ток-контрол нечаянно нажму. И она у меня чё-то ножка что ли сломалась. Из-за того, что я нечаянно пробомбил. И немножко по ней ударил. И чё-то ещё тут какая-то кнопка отлетела. В общем, неважно. Очень плохие клавиатуры. Но точнее для Warface. Настоящие клавиатуры должны сдерживать удары. И тем более не такие уж сильно. Я просто там руку положил с размаху. И всё поломалось нахер. Что это дела такое? Нужно делать в нормальной качестве клавиатуры. Так что ссылку на клавиатуру, которую я хочу именно купить, я оставлю всё же в описании. Техника AT 2050. Стоимость которого 22 тысячи рублей. Ну, микрофоном я, конечно, доволен. Не знаю почему, но мне нравится его звук. И как только он мне надоест, естественно, я буду копить денежки с обедов. Там просить у родителей. Или как там ещё можно пошутить. Микрофон, аудиотехника AT 2050. Стоимость которого 22 тысячи рублей. Ну, микрофоном я, конечно, доволен. Не знаю почему, но мне нравится его звук. И как только он мне надоест, естественно, я буду копить денежки с обедов. Там просить у родителей. Или как там ещё можно пошутить. И куплю себе микрофон покруче. Хотя, мне кажется, это очень крутой микрофон. Раньше я, кстати, пользовался микрофоном Blue Yeti. Цена которого 11 990. Но почему-то мне перестал нравиться его звук. Не знаю почему, я решил заменить его на аудиотехнику. Веб-камер Logitech HD Pro Webcam C920. Цена которого 9000. Задний фон я чаще всего использую двусторонний тканевый хромакей. Зелёный-синий на 2,5 метра. То есть, с одной стороны он зелёный, с другой синий. В новых роликах я его использую. Стал реже из-за того, что у меня на этой квартире мало освещения. Ну, также, естественно, всякие лампы. Да, за где-то 2000 рублей. Стойку для микрофона я не стал говорить. Ведь она тоже где-то двушку стоит. А сам хромакей стоит от 7000 рублей. Гарнитура у меня Sennheiser Game Zero. Цена которых 13000 рублей. Купил я, когда я любил хороший звук в играх. Ну, в игру, в которой я играю. В Warface. Звуки очень херовые. Поэтому я люблю пользоваться обычными наушниками от телефона за 250 рублей. Потому что после них не остаётся тупого следа на волосах задротского. И не так сильно потеет голова. И, в общем, рекомендую вам не эти наушники за 13000, а классные телефоны-наушники за 250 рублей. Можете купить в любом магазине. Ну что ж, давайте, наконец-то, перейдём к самому корпусу. Посмотрим, что в нём интересного лежит. Процессор у меня Intel Core i7-4790. Цена которого 21000 рублей. Я считаю, что это самый такой оптимальный процессор для моей деятельности. То есть для записи игр, для рендеринга видео. Подойдёт. Всё пока что отлично. Не подводит. Видеокарта на этом компьютере у меня GeForce GTX 970 гигабайт за 26000 рублей. Видеокарта такая, я считаю, нормальная. От 980 разницы 10-20 FPS. Действительно, со вторым компьютером, на котором у меня 980 Ti. Думаю, все знают. Разница FPS, ну где-то на 50-60. Ну, цена, сами понимаете, очень какая значительная. Оперативная память у меня DDR3 8 гигабайт за 6000 рублей. Две штуки. Материнская плата Asus H81MA за 4000 рублей. Кстати, материнскую плату, естественно, я также буду менять, зная, что она не особо хорошая для этого компьютера. SSD диск 480 гигабайт. SSD Kingston V300 Series за 11630 рублей. И жесткий диск на 1 терабайт SATA 3 Western Digital Black за 6360 рублей. Ну и, конечно, я покажу вам, как это все дело выглядит наглядно. Посмотрите, как это вообще смотрится со стороны. Более-менее рассмотрите мое рабочее место. Это как бы второе место. Как бы первый компьютер стоит совсем на другой территории. К сожалению, не могу более подробно рассказать про это все дело. Ну, так оно, ребята, получилось. Там выглядит все примерно тоже похоже. Тоже стоит хромакей. Только более удобно все расположено. Стол, освещение. У меня там уже все приготовлено. Тут как бы у меня профессионального хорошего освещения нет. Там уже надо мной висит хорошая лампа, которая красиво меня освещает. И нету такого более-менее эха, потому что там предметов стоит побольше. Естественно, покажу вам сфотку, если вам это будет тоже интересно. Но, не знаю, то место как-то поудобнее все расположено. Но тут я уже тоже начинаю более-менее приводить в порядок. И, наверное, тут все тоже будет по красоте. Так что смотрите внимательнее. Друзья, насчет характеристик моего основного компьютера пока что я точно сказать не могу, потому что, ну, не смогу я съездить туда и посмотреть, что же все у меня там за характеристики. Я компакт, ну, разбираюсь немножко, но не особо прям так сильно, чтобы прям вам сказать, какая-то материнская плата стоит, вот это все дело. Ну, понимаете, никогда мне это не особо не было интересно. Может быть, в скором будущем будет интересно и сам и компьютеры собирать буду, все дела. Но пока что я не знаю, что у меня там. Ну, точно вам скажу, что там 980 ATI и процессор Intel Core i7-4790K. И там именно сам системный блок стоит порядка 200 тысяч. Так что там компьютер точно будет покруче и сама материнская плата там, уверен, намного лучше. Но если я, ребят, вспомню, я обязательно добавлю в описание все ссылки на свой первый ПК. Так что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Если забыл про что-то рассказать, то напишите, пожалуйста, в комментариях про что я забыл сказать, какая цена. Так что я, может, добавлю это в описание или отвечу вам в комментарии. Так что спасибо всем огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, спеть группу ВКонтакте. С вами был Серега. Удачи всем, друзья. Увидимся.